Ну зачем пацана 11-12 лет взял и расстрелял? И его ночью, вот эти лисицы там, ну, куницы, там же целую ночь, это звери, вылазят с нор, и нашли его, и съели. А я иду через несколько дней, смотрю, кости его валяются. Я когда увидел ее кости, я и заплакал. А пацан ушел, дядя, вы мне расстреляете, да? Пацан идет и плачет, дядя, вы мне расстреляете? Он говорит, кто тебя будет стрелять, зачем ты нужен? А он взял ее и застрелил. Война окончилась, то нас всех построили на территории Маграча. Там территория большая, построили и вызывают по списку. Я сюда, тот сюда, и список сделали. Около 200 человек в ряду стоят. А я попал в тот список, где 20 человек. Если кто будет текать, стрелять без предупреждения. И через 3 дня, мы смотрим, их там нету. Где они делись, никто не знает. А их оказывают... Потом я догадался, что их... Там был Шульц один, такой здоровый. Вот мы как на задание идем, он кричит, за Сталина вперед! Он в СД работал, все знал. Я за ним просматривал. А еще Севастополь не взяли. Их, видно, в штрафную роту или в батальон. Сделали этого Шульца, видно, командиром. И брать вот это Севастополь. Их послали в то место, где само было укреплено немцы, чтобы их перестрелять. Такой был план у них. Я с этой компанией ни одного человека не встретил. Никогда. И, по-видимому, они все там и легли. Потому что в партизанах их стрелять нельзя было. Не хватило пороху бы. А как они пришли к вам? Они с парламентерами, с белым флагом? Или как они приходили сдаваться? Ничего, просто они шли там по 20, по 30 человек. А их, там был писарь у нас, расписывал. Вы откуда вы? С такой-то воинской части я служил там-то. Ну, все, заходите. Чего вы пришли в партизанах? Искупить свою вину. И так всех переспросили. Ну, они так и думали, что они искупят свою вину. А их послали вот туда, под Севастополь. И они там все пропали. То есть, их там постреляли и все. Потому что здесь негде было их стрелять. Не было и нельзя было. У многих же и там и руки в крови были, которые полицаями служили тут. Так они расстреливали наших людей. Мы знали даже досконально, кто расстреливал. Все это, чекисты все знали. Ну, их не трогали, а поставили туда. Одну Катю Валянскую, это с нашей ливадийской школы, она в буфете работала. Красивая баба была такая, ну, уже на ходу. И ее там жарили. И она во многих отрядах побывала и посмотрела, как мы вооружены. И берет и говорит, что я пойду домой взять ребенка. А ей говорят, мы вам даем два человека сопровождающих, чтобы вас никто не трогал по дороге. И вы придете. Она говорит, нет, я одна. Ее расстреляли. А потом лет через 30 я в какой-то санатории собрал закуску. И меня взяли и повезли туда, в Уженбаш. И ко мне бабушки подошли. Вы знаете, что мы вот здесь копали и нашли череп. И правильно, здесь был штаб, и здесь расстреляли нашу. Если бы она пришла и сказала, что мне заслали, что мне послали, ее бы не расстреляли бы. А могли бы даже отправить на большую землю и все. Ну, могли бы там посадить нам на пять лет. А так она не призналась ни в чем. Чтобы только она что сделала? Не лицом стояла, а повернулась со спиной. Ей в спину, как дали очередя и убили. Субтитры сделал DimaTorzok